У нас пока было подсчитано, сейчас секундочку, просто каждую минуту появляется новая информация. Пока подсчитано около 100 уиков, и у нас получается, обращая внимание, коллеги, у нас 985 участков. Соответственно, мы с вами будем прогнозировать реальную явку тогда, когда будет большинство протоколов. Сейчас начиналось у нас с 70% по явке, сейчас у нас где-то порядка 65-67%. Поэтому обработано чуть больше 100 протоколов, цифры меняются постоянно, они коррелируются. Но у нас пока не ввелись большие районы, много больших районов, поэтому цифры могут поменяться. Теперь, что касаемо кандидатов, опять же, хочу обратить внимание, что это на настоящий момент цифры могут меняться. И поэтому я просто хотел бы обратить внимание, что у нас максимальное количество пока набирает кандидат номер 4 Путин Владимир Владимирович. У него около 80%. Но цифры в сотых, в десятых, они гуляют, и даже в процентах иногда гуляют. Поэтому все не окончательно. Я думаю, что это совпадает с цифрами, которые нам недавно произносила Центральная избирательная комиссия. Был, что Николай Иванович эту цифру тоже называл. Поэтому, в принципе, у нас все коррелируется. Мы пока вышли на примерно около 100 тысяч избирателей у нас проголосовало. Ну, в смысле, кто, чьи итоговые протоколы ввелись. У нас несколько районов отработали хорошо даже под 78-80%. То есть реально смогли отработать. Что еще, чтобы интересно вам рассказать. Я пока ни разу не давал сведения, сколько у нас было наблюдателей. Вот давайте, это тоже новая информация. У нас на территории Ленинградской области было количество членов комиссий с правом совещательного голоса, присутствующих на избирательных участках, было 1088. То есть практически на каждом участке и не по одному. Из них от Грудинина было 152, от Жириновского было 5, от Владимира Владимировича Путина было 598, от Собчак был 61, от Сурайкина 2 и от Явлинского 70. Это вот количество. Теперь по наблюдателям. Их у нас оказалось еще больше, 1526. Из них у нас тоже от кандидатов от Грудинина было 423, от Жириновского 113, от Путина 80, от Собчак 29, от Явлинского 14. Также от партии было Российский Общенародный Союз 3, КПРФ 28, ЛДПР 23, Партия Гражданская Инициатива 3, Коммунистическая партия Коммунисты России 1, Партия Роста 1, Партия Яблока 5. То есть и также в том числе от субъекта общественного контроля, это то, что называется общественная палата, да, 803. Представьте, я не говорю, сколько у нас еще было международных наблюдателей, но мы вот последние тут две недели, практически все флаги были у нас. Вот я еще раз повторяю, кто у нас был. Это Межпарламентская Ассамблея стран СНГ, это СНГ и ОДКБ, это Национальный Общественный Мониторинг, но так называемые, да, иностранные наблюдатели. Это, опять же, бдич УГСЕ, то есть все у нас были, я думаю, что они уже были здесь в студии, свое мнение сказали. Значит, ни одного члена с правом совещательного голоса, а также наблюдателя в Ленинградской области мы не отстраняем. Поэтому я считаю, что это тоже достижение, хотя предпосылки к нарушению законодательства на участках, на некоторых были со стороны в том числе наблюдателей, но в целом я вот всегда говорю одну и ту же вещь. Выборы проходят, выборы заканчиваются, а вам завтра друг друга смотреть в глаза, потому что чаще всего эти наблюдатели живут же рядом, и поэтому не надо вести себя некорректно, а надо вести себя всегда по-человечески. Теперь, что касаемо СМИ. У нас было зарегистрировано порядка 40 представителей СМИ, у нас 40 СМИ было практически везде, это в Ленинградскую по избирательной комиссии. Они сегодня тоже активно себя вели, мы их все смотрели. Ну а теперь, если позволите, сразу просто без так называемых нарушений, ненарушений, жалобы и тому подобное. Значит, в избирательную комиссию за сегодняшний день поступило 7 жалоб пока, возможно, они еще придут, поэтому пока мы о СМИ говорим. Они все рассмотрены, часть из них еще продолжает рассматриваться, потому что сейчас идет подсчет голосов, и, соответственно, все участковые избирательные комиссии, как вы понимаете, занимаются только этим, выполняя обязательства и полномочия по непрерывности проведения избирательного процесса. Когда закончат, будем разбираться с остатками жалоб. Теперь, что касаемо, вы знаете, мы на прошлых выборах еще дополнительных в прошлом году предприняли изменения. То есть мы рассматриваем не только жалобы, которые попадают в избирательную комиссию, но мы также рассматриваем все, что проходит тем или иным информационным полем в соцсетях, в какие-нибудь, либо в СМИ, неважно в каких. И мы это все рассматриваем, каждый факт отрабатываем и через сайт официальной избирательной комиссии, а также через социальные сети, где мы зарегистрированы в аккаунтах теперь, мы даем подробную информацию о каждом таком случае. И вот большинство из них не подтвердилось. Однако были такие вещи, которые, скажем так, необходимо было устранить. К нам жалоб не было, но они существовали. Например, представители КПРФ не пустили его на временные участки. Тут же мы прозвонились в участковую комиссию, и все эти замечания были устранены. Или, например, на 571 участке в Кировске были доп. данные по Грудинину, которые выявили в ФНС, были написаны большими буквами. Это тоже было устранено. Но, обращая внимание, тоже интересный факт. По некоторым участкам ходили избиратели, или, может, наблюдатели, но как бы ходили люди и срывали вот эти дополнительные данные. И после этого в участковой комиссии вынуждены были повторных печаток. Но так как изначально мы их напечатали типографским способом, то когда это все посрывали, пришлось в каждой участковой комиссии самим печатать. И иногда получалось так, что они печатали большим шрифтом, потому что принтер как работает, так и работает. Теперь, что еще интересного. Вот этот новый порядок мобильного избирателя, он на территории Ленинградской области, ну, я считаю, что хороший порядок. Он требует некоторых доработок, но он замечательный порядок, потому что с точки зрения возможности, более простой возможности любому гражданину реализовать свое конституционное право и избирать, этот порядок помог, потому что у нас было 126 тысяч, а по всей России это более 5 миллионов. Если мы говорим о 120, простите, коллеги, извините, если мы говорим исключительно о Российской Федерации, то это больше 5% получается, 4%, то по Ленинградской области это почти 10% избирателей смогли воспользоваться этим правом. А самое интересное, что это право не только потому, что Санкт-Петербург и Ленинградская область близки, не потому что там у некоторых есть дачи, еще что-то, а потому что на самом деле случаются обыкновенные курьезные случаи. В одном населенном пункте люди прописаны, жена прописана у своих родителей, а муж прописан у своих родителей, а живут там на съемной квартире. И куда им идти голосовать? Одному идти в свой участок, а другому в другой участок? Ну, наверное, это неправильно. Этот порядок это решил. Но этот же порядок создал новые, скажем так, задачи для изменения. Вот, например, у нас на 201-м участке в Мурино получилось так, что к этому участку пришло, вот он сам по себе большой, 2400 примерно избирателей. И еще пришли избиратели, и получилось, что 4097 избирателей находилось в списках избирателей.